Здравствуйте, друзья! С вами снова преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. И сегодня мы продолжаем готовиться к ВПР для 6 класса. Вот такой вот пример номер 4. Это действие с десятичными дробями. Как всегда, друзья мои, смотрим на пример и расставляем действие. Конечно, деление будет первое, а сложение будет второе. Выписываем, друзья мои, первое действие. Давайте сразу в столбик. Обратите внимание, ребят, разбираемся. Мы не можем с запятыми делить. Не принято у нас так в школе. Мы должны от запятых избавиться. Каким образом? Мы берем и здесь запятую, и здесь, и переносим на одинаковое количество вправо, на одинаковое количество шагов. Смотрите, один шаг, один шаг. Все, мы уже не делим 18,9, а просто 189. И делим мы не на 1,4, а на 14. Все, у нас здесь повезло, очень все одинаково переехало, нам удобно. Разбираемся. Берем 18, делим на 14. Сколько 14 так сидит в 18-ке? Одна штука. 4, 1. Вычитаем из 8, 4, 4. Девяточка пролетает. Сколько 14 так может сидеть в 49? 4 много. Давайте 3 возьмем. 3х4, 12, 2 пишем, 1 запоминаем. 3х1, 3, плюс 1, 4. Кому сложно, ребят, всегда берите листочек, черновик, и перемножайте в столбик. Прикидывайте, сколько может быть, и перемножайте, сориентируйтесь легко. 9 минус 2 получается 7. Больше закончилось, видите, закончилось число. Нам придется запятую ставить. Больше нету ничего. Придется нолик выдумывать. Есть такой у нас способ нолик выдумать, когда у нас число закончилось. А вот это, ребята, 5. 5 и 4, 20, 0 пишем. 2 запоминаем. 5 на 1, 5, плюс 2, 7. Вот что получилось. 13,5. Второе действие. Я всегда своих ребят, которые ко мне ходят, учу вот как делать. Смотрите, мы прикидываем на денежку все. Не просто какое-то минус 9,7, а минус 9,700. А это 13,500. Вы нолики потом выкинем, не бойтесь. Минуса-то у вас не было. Например, вы мечтали о куртке за 9,700. Ну, ездили там куда-нибудь в Мегамол, в торговый центр, а там куртка была обалденная. 9,700 она стоила, но у вас их не было, поэтому это минус. Но добрая мама вместе с бабушкой и с родственниками вам на день рождения надарили 13,500 рублей. Вот скажите, хватит вам теперь на куртку или нет? Конечно же, хватит. Что нужно фактически сделать? Нужно вот отсюда вычесть вот это и поставить знак «плюс», но обычно «плюс» впереди числа не ставится. Давайте так и сделаем. Ребятушки, вот тут внимательно. Когда вычитаете, запятая должна быть строго под запятой, и когда складываете тоже. Итак, из 5,7 вычитать не можем, занимаем единичку. Из 15,7, пожалуйста, 8. Получилось здесь 2. Занимаем единичку. Из 12,9, конечно, 3. Запятая строго прилетает. Вот какой ответ получился в нашем примере. 3,8. А с вами была преподавательница по школьным предметам Елена Владимировна. Ребята, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Очень поможет развитию канала. И какие-то трудные темы, если есть, обязательно мне напишите. Все составлю, все видео выложу, все объясню. И удачи вам на контрольных экзаменах. Ни пуха ни пера, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!